Аплод и гордость регионального промышленного комплекса еще с советских времен. Марийский машиностроительный завод и завод полупроводниковых приборов снова в статусе градообразующих предприятий столицы республики. Уникальные технологии, разработанные на предприятиях, в наши дни востребованы как в оборонно-промышленном комплексе, так и в производстве гражданской продукции. О прошлом, настоящем и будущем промышленных гигантов Мариэл в нашем следующем сюжете. Еще во время Великой Отечественной войны в Ешкар-Алу был перебазирован ряд крупных предприятий, что стало началом интенсивного промышленного и социального строительства. В их числе и Марийский машиностроительный завод, основанный еще в августе 41-го года. Сегодня ММЗ вырос до многопрофильного универсального производства. Вот оно, историческое подтверждение. Документы, фотографии бережно хранятся в музее завода. Здесь более сотни оригинальных экспонатов. Вот здесь, на этих стандартах мы рассказываем о том, как строились корпуса. В течение многих лет ММЗ входит в число стратегически важных объектов, обеспечивающих обороноспособность и безопасность страны. Славу заводу принесли зенитно-ракетные комплексы С-300. Несмотря на то, что эта разработка 30-летней давности, до сих пор она одна из лучших в мире по тактико-техническим характеристикам. Портфель заказов, который имеет предприятие, заказы разнообразные. Они позволяют рассчитывать и быть уверены в том, что, по крайней мере, до 25-го, 27-го года у завода сегодня уже есть работа. Но мы будем, конечно, продолжать работать и работаем над этим. Сегодня завод специализируется на выпуске сложных радиотехнических комплексов, систем управления, вычислительной техники, поставляемые по гособоронзаказу и на экспорт. Впрочем, военные разработки здесь активно используют и в гражданской линейке. Светодиодные лампы для внутреннего, наружного, магистрального и промышленного освещения не только экономичны, но и долговечны. Все выстроено грамотно. Здесь царит технология, здесь разрабатываются грамотные технические решения. Эти технические решения реализовываются в продукцию, которая производится. Продукция разного назначения. Больше, конечно, нас интересует продукция гражданского назначения. Много успехов завод достиг. Давно работает. Есть своя история, есть своя школа. Во время Великой Отечественной войны в Морел был перебазирован и Московский прожекторный завод. Ныне это завод полупроводниковых приборов. В 40-е годы здесь на поточное производство был поставлен источник света при ночной стрельбе – прибор «Луч». Очень эффективно помогло, потому что сразу резко повысилась эффективность ночной стрельбы. Сегодня ЗПП – это современное технологичное предприятие, нацеленное на производство металлокерамических корпусов высокой степени сложности для микроэлектроники в оборонной и гражданской промышленности. Завод производит порядка 6 миллионов высокотехнологичных изделий в год. Постоянно работают инженеры и над новинками. В высшей степени квалифицированный коллектив. Многие технические решения защищены авторскими документами. Производство налажено, работает экономическая модель производства, есть ресурсная база. Основная тенденция в развитии микроэлектроники – уменьшение габаритных размеров микросхем при одновременном увеличении их надежности и производительности. На заводе освоили технологию литья особо тонкой керамической пленки. Сегодня промышленные предприятия «Марил» занимают большую часть отечественного рынка продукции специального назначения. И всесторонняя модернизация производства на заводах, выпуск новых видов продукции позволяют серьезно потеснить иностранных конкурентов в России. Уже достигнутые предприятиями результаты подтверждают – заводы выбрали правильный вектор развития и способны производить качественную и конкурентно способную продукцию. Все это и есть главный рецепт успешного бизнеса, а значит и экономики «Марил» в целом.